Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как молиться, если в семье есть маленький ребенок, и во время молитвы ребенок бегает и шумит? И можно ли отвлекаться во время молитвы на ребенка, если он куда-нибудь лезет или делает что-то, что ему вредно? Ответ на самом деле напрашивается с легкостью, он лежит на поверхности, но все равно многих смущает этот вопрос. Итак, маленький ребенок в семье, у кого дети есть, то понимают, что молитва уходит как в прежнем, в прежних масштабах, в прежнем антураже, ходит далеко на задний план. Потому что невозможно. У тебя на сон остается два часа, и то не каждый день. Какие молитвенные правила? Тебе к стенке прислоняться даже нельзя, потому что ты просто тут на месте и уснешь. То есть надо так... мамочки меня поймут. Но это не значит, что молиться беременной или кормящей матери нельзя, совершенно невозможно. Что такое молитва? Молитва — разговор с Господом Богом. Поэтому начинаешь что-то готовить еду. Господи, благослови. Приготовила. Слава тебе, Господи. Прибираешься. Господи, благослови. Прибралась. Слава тебе, Господи. Ребенка укачиваешь. Господи, благослови. Укачала. Слава тебе, Господи. Тут, наверное, будет самая сильная молитва, если ребёнок укачался ещё и заснул в своё время достаточно быстро. Вот такой молитвой спасаетесь. Начинаете вкушать какую-то пищу. Господи, благослови пищу. Поел, слава тебе, Господи, благодарю тебя, Господи. И вот всё, весь день может быть наполнен молитвой. Да, это не будет какие-то каноны, кайфисты, долгие утренние или вечерние молитвы. Даже последовательные к причащению не всегда получается прочитать. Не потому что у тебя нет 15 минут, хотя бывает их тоже нету. Потому что если есть 15 минут, ты, скорее всего, поспишь. Если у тебя есть 15 минут, ты просто хочешь побыть в тишине. Только просто посидеть, помолчать, ничего даже не думать. Может быть, кто-то, у кого детей нету, и возмутиться, да как это так, вот осталось наедине, так помолись. Невозможно. Как больному человеку очень тяжело молиться. Особенно находящемуся в тяжёлой болезни. Кто тяжело переболел ковидом и остался жив, все свидетельствуют о том, что какой-то молитвенный ступор наступает. Ты их даже хочешь молиться, но не можешь. Такой интересный духовный аспект. Это болезнь, но не будем о ней. Женщина, которая спит мало, которая всеми мыслями ежеминутно о ребёнке думает, ей молиться тяжело. Но вот так, как я сказал, молиться можно. Ведь, Маша, если ум и сердце, пусть и в кратких словах, но к Богу обращён, то это уже молитва. То есть он тебя слышит, он тебя видит, он благоставляет твой день. Ложишься спать, Господи, благослови, ночь грядущую. Благодари тебя за прошедший день. Всё. С утра встала, перекрестилась. Слава тебе, Господи, Господи, благослови, там день грядущий. Если вообще-то удалось поспать хоть немножечко. Вот и молитва. Естественно, если ты, ребёнок уже позрослел немножко, ты становишься на молитвенное правило, вдруг видишь в середине долго-долго молитвы, например, шестой молитвы к причащению преподобного Симеона, нового богослова, ты видишь, что ребёнок тащит шпильку в розетку. Не надо дочитывать до конца эту молитву. Господь тебя не накажет за это. Беги к ребёнку, забирай шпильку. Не надо так больше делать. Конечно же, ребёнок плачет. Беги к ребёнку. Потом домолишься. Или ты молишься, муж пришёл. Дорогая, я дома. Подождёшь. У меня правило здесь молитвенное. Тут видно, что тебя здесь не ждут. На самом деле. Поэтому тоже и муж пришёл. Отложи молитву. Встреть его. То же самое по отношению к жене. Милый, я пришла. Всё, отложи свой 45-й акафист, который ты читаешь дома. Но только потому, что жена работает единственная в доме. А ты вот уже третий год работу ищешь. Вот зато акафистов у тебя там 34 разных. Всем ангелам, архангелам и прочим бесслотным силам небесным. Уже там всех по именам знаешь. Встреть жену. Привет, родная. Как дела? Как на работе? Поговори. Говорите друг с другом вообще. Не забывайте, разговаривайте только с Богом. Потому что у нас какие-то перекосы. Или мы с Богом общаемся, или в телефоне постоянно с кем-то общаемся, с кем угодно. Только не с теми, которые находятся рядом с нами. Ни с детьми, ни с женой, ни с мужем. И родителям позвоним. Раз в месяц, в лучшем случае. И то с такой интонацией, что родителям будет ясно, что ты совершаешь какой-то тяжелый, обязательный труд. Так что, друзья мои, не в многословии будете услышаны. Качество молитвы зависит не от того, сколько ты Икасов и Кондаков прочитал, а от того, с каким сердечным чувством ты это прочитал. Не просто с эмоцией некоторой, не в экзальтации, как блаженная Анжела, а с таким настоящим чувством любви, теплоты, доверия, верности Господу Богу. Поэтому действительно можно исполнить заповедь Божью, которую мы знаем из послания апостола Павла. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите. И радоваться можно. Но только в том случае, если ты не терзаешься мыслями о завтрашнем дне и не горюешь о том, что произошло вчера, а живешь сегодняшним днем, благодаришь за сегодняшний день. Вот это правильное благодарение и правильная радость. И непрестанно молитва, она не требует как заучивания всей Псалтири или всей месячной Минеи. Молись кратко, но от души. И все вам зачтется. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!